Порождены определенными типами текстов о развитии и контекстами, в которые эти тексты обрамлены. Подобная негативная диалектика в чем-то напоминает оперативную магию, в которой попытка создания них два — это заклятие, а аппаратные отклики — это духи, явившиеся к сотворившему заклятию магу. Такой метафизический тип прочтения моего тогдашнего хождения на сайт Мэрт не имеет ничего общего с поддержкой имевшей быть либерально-фрондерской критики мэртовского начинания. Я не буду корректировать свой тогдашний опыт соприкосновения с первичным материалом. Я, занявшись политической теорией развития, назвался Груздем. Назвавшись, полез в мэртовский кузов. Полез с самыми что ни на есть благими намерениями. И уж никак не с тем, чтобы похихикать по поводу того, что нынешнее поколение будет жить при путинизме, поскольку я, увы, не уверен, что нынешнее поколение будет жить не только на территории России в виде поколения ее суверенных граждан, но и вообще, то, по мне, хоть при путинизме, хоть как. Почему бы нет? Один мой преуспевающий и очень толковый знакомый как-то разоткровенничался. Представим себе, сказал он, что никаких реформ к сыр бы вообще не было. Что не приходили бы к власти никакие яркие личности, а один Черненко сменял бы другого. Сколько было процентов роста? Три процента в год. Сколько лет прошло с 1985 года? Больше двадцать. Сколько это с накопленным ростом? Равно удвоение. Ну, и были бы у всех хорошие квартиры, приличные дачи и машины в диапазоне от Запорожца до Волги. А дальше мой знакомый, у которого есть несоизмеримо больше, наклонился ко мне и яростно прошептал, а что, обязательно надо больше? Я не против того, чтобы жить вместе с нынешним поколением примортирально. Я просто должен быть уверен, что поколение будет жить. И хоть в сколь-нибудь уважаемом и узнаваемом государстве. А уж в великом так тем более. Великая Россия обязательно должна быть Россией. Иначе не бывает. Мне другого не нужно. А кто там будет рулить, кто не будет, переживем. Так что я начал читать документ Мэр с большим энтузиазмом. Но вскоре обнаружил, чтобы не растекаться мыслью по древу, документ все же большой, буду формулировать по пунктам. Первое, что я обнаружил, это полное отсутствие анализа реализации предыдущей концепции развития до 2010 года. Той концепции, которую группа Когрифа делала в 2000-2001 годах. То есть анализа нет вообще. Вообще, понимаете? Абсолютно неясно, я бы сказал, непристойно неясно, в чем состоят достижения, провалы, заделы, что нуждается в корректировке, что требуется продолжать, а что менять, на чем настаивать и от чего отказываться. Западная бюрокрация не гигели. Реальные западные концерны и корпорации не состоят из яйцеголовых, хотя яйцеголовые там есть. Но даже самая кондовая бюрокрация или самый упрощенный корпоративный менеджмент не вывесит новую концепцию без анализа предыдущей. Второе, что я обнаружил, это отсутствие маломальски внятного, пусть не детального, но сколь-нибудь вразумительного анализа текущего социально-экономического состояния России. То есть образа реальности, от которого необходимо отталкиваться при любом долгосрочном планировании. Мне рассказывают, в какой точке я должен оказаться, но при этом не говорят, в какой точке я нахожусь. Я понимаю, что культура стратегического проектирования претерпела за последние 20 лет страшный и во многом невосполнимый урон, да и в 1985-е годы была не ахти какая. Но элементарные нормативы чиновно-бюрократического описания утеряны быть не могут. Согласно этим нормативам, без точки А нет точки Б. Так.